Маскировочные костюмы вместо театральных. В Черкассах костюмеры областного театра шьют так называемые кикиморы. Все модели обговаривают с военными, чтобы маскировочный костюм не просто был по размеру, но и мог сделать невидимыми в определенной местности. Вместо театральных каркасы для маскировочных костюмов швей Черкасского театра работают над так называемыми кикиморами для военных. Это очень интересно. Мы такого еще не делали. Тут в театре создавали все, что угодно для маски. А теперь резиночка сюда очень просто закладывается. Сначала делают раскроя, потом шивают основу для сетки. Сейчас работают над четырьмя основными моделями. Каждую утверждают с военными на передовой. Самые универсальные это по типу фрака, потому что они закрывают все. Конечно, мы разработали технологию, которая удобна. Мерили парней, говорили, как удобно. Их больше всего. Сейчас заплетаются. Есть куртки, штаны, есть болеро. Будем экспериментировать, что быстрее снимается. Далее основу переплетают тканью и нитками. В городе есть несколько локаций, где работают волонтеры. Цвета костюма подбирают под местность, в которой его будут использовать. Были и фотографии, крутой видеоотчет, когда даже я, зная эту работу, смотрела на видео, и просто холмики среди леса. И те, что я думала, что тут лежат наши парни, в наших кикиморах, оказались обычным холмиком, а совершенно другие поползли к нам. Кикиморы волонтеры назвали черкасскими мавками. Эти мифические создания отлично умели маскироваться в природной среде. Так и наши защитники станут невидимыми для врага. Готовые изделия сначала примеряют сами мастера. Костюмы легкие и удобные. В кучерявые костюмы, говорят женщины, вплетают и свои мысли о победе. А еще в каждой мавке есть секретный карманчик. Это оберег, чтобы была сохранена жизнь и здоровье. Это дедушка, отец, сын, брат. Для нас важно, чтобы он вернулся живым. Волонтеры получили заказ на полсотники кикимор, но не хватает мастеров и камуфляжной ткани. Поэтому в волонтерском центре рады каждому, кто желает присоединиться.